Первая информационная встреча прошла в селе Акжар, в нем числится 2639 жителей. Село обеспечено электрогазой и водоснабжением, покрыто сотовой связью. Сегодня в ходе рабочей командировки депутаты разъясняли пять социальных инициатив главы государства. Одна из них говорит о повышении доступности и качества высшего образования. Для этого выделено 20 тысяч грантов, из них 11 тысяч на технические специальности. Поэтому депутат Можилиса парламента Мейрам Пшимбаев посоветовал сельчанам учить своих детей техническим профессиям, а лучше всего инженерно-техническим. Дети при окончании школы ориентировались на технические специальности, которые всегда будут востребованы и найдут работу по этим специальностям. И хотел бы также сказать, что в Актюбинской области встреча была у нас в Национальной экономической палатре областной с предпринимателями, а также отдельная встреча была с машиностроителями. Хочу сказать, что очень активно развивается малый и средний бизнес у вас в области. Это находит поддержку и руководству области, и молодежь очень инициативная. Разъясняли пять социальных инициатив и населению села Коктау поговорили о новых возможностях для приобретения жилья, о снижении налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников и о расширении микрокредитования. И если с ними сельчанам было все понятно, то вопросы благоустройства села, например, возникали. Один из жителей пожаловался на то, что дети работников медной компании не имеют возможности отдыхать в детском лагере летом, потому что его просто нет в селе. Таким образом выяснилось, что у медной компании нет и профсоюза, который бы регулировал социальные и трудовые отношения между работниками и работодателем. Депутат Омархан Аксигбаев сказал, что вопрос детского досуга необходимо решать. Вы можете организовать какие-то централизованные выезды для детей. Это ваши дети считают, что. Это дети, которые завтра придут на смену к своим родителям работать в вашей компании. Вы должны заботиться сегодня о них, чтобы они помнили ваше добро и завтра этим же добром отвечали вам. Поговорили о законопроекте по регулированию лекарственных средств. По словам депутатов, цены на все лекарства можно узнать любому человеку на сайте здравоохранения. Однако вопрос о лекарственных средствах для жителей Коктау оказался болезненным. Оказалось, что в селе нехватка препаратов, а именно инсулина. Эта ситуация депутата Мажелиса Ивана Клименко возмутила. Он попросил составить список поименно, кому из жителей не хватает лекарства диабета. Вопрос это серьезный, его нельзя оставлять просто так, считает Мажелисмен. Это или неправильное планирование, с чем мы часто встречаемся. Планируют одно количество, а получается по другое. Или непонятно, кто отвечает за доставку. Тут надо разбираться, это чисто вопрос исполнения. Я более, мы этот вопрос изучали, занимались. Лекарств по диабету достаточно. В Казахстане достаточно. Надо будет прямо, я попрошу Нуратану. Прям фамилии, прям фамилии, как, что, сколько там. В ходе рабочего визита в Хромтау депутата Мажелиса посетили и Актюбинскую медную компанию. В ее штате трудится 1600 человек. Запасы медно-колчеданных руд составляет примерно 46 миллионов тонн, в том числе 823 тысячи тонн меди. Делегация пробудет в Актюбинской области до 8 апреля. Она планирует провести встречи в Актюбе и еще в семи районах. Ирина Ребикова, Мерлан Манжолов, программа «Факт».